всем здравствуйте дорогие друзья меня зовут дмитрий а вы на канале а помнишь на котором мы вместе вспоминаем старые но интересные сериалы фильмы мультфильмы и игры из нашего с вами детства и юности а в этом видео мы вспомним сериал который в 90-е смотрела подавляющее большинство парней и мальчишек все потому что там снимался очень популярный на тот момент актер халк хоган у которого был очень крутой боевой катер а еще сериал был наполнен экшеном и девушками в бикини а перед началом ролика я предлагаю вам подписаться на мой канал и поставить палец вверх если вы тоже смотрели этот сериал ну что начнем а помнишь был сериал гром в раю гром в раю это американский приключенческий сериал который первоначально задумывался как несколько отдельных фильмов но в итоге концепция была немного изменена и получился сериал первая серия которого вышла 25 марта 1994 года ну а последняя 27 ноября того же года в россии трансляции сериала занимался канал дважды два в 1996 году в главных ролях снялись это конечно же терри хоган он же халк хоган играет роль рэндольфа джей спенсера по прозвищу ураган бывший морской котик а ныне наемный агент по борьбе с преступностью на побережье флориды крис лемон также бывший морской котик и его напарник мартин бри бейкер по прозвищу брю бывшая фотомодель кэрол олт играет сериале келли ля ру управляющую баром на пляжном курорте в которую влюблен мартин ну и патрик мак не владелец пляжного курорта эдвард вытекер сюжет сериала такой бывшие морские котики спенсер и мартин работают наемниками по борьбе с преступностью они путешествуют на своем боевом катере под названием гром который оснащен последними технологиями и с помощью его они с легкостью справляется даже самыми вооруженными противниками вот такой простой и незамысловатый сюжет всего был отснят один сезон в котором было 22 серии в америке серии 1 2 6 7 и 17 18 вышли как три полнометражных фильмов российском прокате и показывали как обычной серии сериала 21 и 22 серия были также выпущены как интерактивный фильм игра для cdi плеера с контролером разработанного компании philips специально для этого были отсняты дополнительные сцены которые не вошли в тв сериал в сериале снились несколько коллег халка хогана по рестлингу это были джимми хард от лесли джим нейтхарт порхи гонзалес рэй ернандес фред отман стив керн терри фанк и стив борден больше известный как стинг сам халк хоган на время съемок ушел из профессионального рестлинга но однажды на съемочной площадке его посетили рик флэр и на тот момент президент профессионального рестлинг промоушена wcw эрик бишов они сделали хогану очень солидное в денежном плане предложение от которого тот не смог отказаться хогана решил бросить съемки сериала и вернуться в профессиональный рестлинг тем самым уничтожив надежду фанатов на съемки продолжения хотя в планах у самого хогана было не продолжение сериала а полный его перезапуск который бы назывался thunder force главные же роли в играли сив борден он же стинг и мистер ти перед тем как сериал назвали гром в раю было еще два варианта это беда в раю и ураган в раю на две первые пилотные серии было потрачено три с половиной миллиона долларов в 15 серии халк хоган снимается в повязке на левом глазу это было задумано не специально у халка был огромный синяк по его словам этот синяк он получил попав небольшую аварию на гидроцикле но его коллеги по рестлингу разоблачили его заявив что этот синяк ему поставил бывший его товарищ рестлер рэнди сэвидж после выхода сериала мнение критиков разделилась кто-то назвал сериал легким забавным и веселым но многие высказались негативно по поводу отвратительно актерской игры халка хогана и о том что он сам как один из создателей сериала воспользовался своим положением и снял в нем своих товарищей по рестлингу мне самому сериал очень нравился сейчас конечно многие скажут что спецэффекты в сериале были не очень сюжет откровенно слабым также как и актерская игра и да я с этим соглашусь но на тот момент на это все никто не обращал внимание сериал смотрелся отлично а от катера главных героев просто захватывало дух существует еще мелкие факты по сериалу но я нашел и отобрал для вас самые интересные ну а на этом у меня все подписывайтесь на мой канал и мы вместе вспомним еще огромное количество интересных сериалов фильмов мультфильмов и игры из нашего с вами детства и юности всего вам доброго и до встречи и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok